Вот мы и подошли к букве Че. Буква Че – это, конечно, чистые пруды. Чистые пруды – очень московское место. Чистые пруды – это бульвар, и он ходит в московское бульварное кольцо. Вы помните, когда-то зимой мы с вами гуляли по Тверскому бульвару? Это был сюжет о Пушкине. И Тверской бульвар самый популярный, а бульвар Чистые пруды или Чистопрудный бульвар – это второй по популярности бульвар Москвы. И вот летом в такую прекрасную погоду мы сюда пришли. Название «Чистые пруды» немножечко странное, потому что, если мы говорим «чистые», то что, они, значит, были когда-то грязные? Правильно. Они были когда-то очень грязные или, как говорили москвичи, поганые пруды. Пахло очень плохо. Сейчас пахнет очень хорошо. Почему название изменилось и пруды стали чистыми? Существует много легенд. Самая популярная легенда заключается в том, что пруды были погаными, от них плохо пахло, потому что в них бросали плохие вещи. Какие? Здесь рядом улица Мясницкая. Слово «мясницкая» и слово «мясо» – это один корень. «Мясницкая» – это улица, где жили мясники. И вот хорошее мясо они продавали на улице Мясницкая, а плохое мясо испорчено, и то, что оставалось от мяса, они бросали вот сюда, в этот пруд. Ну и вы понимаете, как пахло в средние века от такого пруда. В начале XVIII века, когда русским царём был известный реформатор Пётр I, он эту землю, эту территорию и даже улицу Мясницкую дал своему другу Александру Меньшикову. Александр Меньшиков построил там себе роскошный дом, а здесь сделал парк. И в парке у него были такие поганые, противно пахнущие, вонючие пруды. Конечно, Александр Меньшиков сказал – пруды очистить, больше туда ничего не бросать. Пруды у меня будут чистые. И после этого теперь в Москве есть чистые пруды или чистопрудный бульвар. Это одно и то же. Пруд здесь был всегда, очень давно, а, собственно, бульвар появился в XIX веке, в начале. Бульвар – это было место, где люди отдыхают, где люди гуляют, где люди получают удовольствие, где есть кафе, маленькие рестораны. То есть это место для отдыха. И сейчас, как вы видите, здесь тоже люди с большим удовольствием проводят время. Гуляя по чистопрудному бульвару, нельзя пройти мимо вот этого дома, который москвичи называют «дом со зверями». Понятно почему. Потому что на фасаде дома изображены вот такие фантастические звери. Дом этот был построен в конце XIX века. Художник, московский и архитектор решили в своём проекте использовать элементы древнерусской архитектуры. Они поехали в город Владимир, посмотрели там на прекрасный, старый очень Дмитровский собор, фасад которого покрыт этими белыми фигурами. И они решили то же самое повторить в доме конца XIX века. Вот эти два дома, зелёный и вот этот жёлтый, стоят здесь тоже с конца XIX века. Дома интересны как пример так называемых доходных домов. То есть эти дома строили частные лица с целью сдавать потом квартиры в наём и получать доход. Вот поэтому этот тип домов стал называться доходными домами. Что интересно, что на втором этаже вот этого зелёного дома снимал квартиру один писатель, сегодня никому неизвестный. Но по традиции конца XIX века он устраивал у себя литературные вечера по средам. И это так и называлось литературные среды. Кто приходил к нему в гости? К нему приходил всем известный писатель Антон Чехов. К нему приходил знаменитый русский писатель Куприн. Здесь пел и сюда приходил в гости певец Шаляпин. И многие другие писатели и даже композиторы, Рахманинов был тоже в этом доме, приходили к нему на литературные среды. Ну, кто хочет взять самокаты напрокат, тот берёт самокаты. А кто хочет посмотреть, кто ещё жил в этом доме, посмотрите сюда. Здесь жил уже после революции классик советского кино, гениальный режиссёр Сергей Изенштейн. Это тот самый Изенштейн, который снял гениальный фильм «Броненосец Потёмкин», и имя которого известно во всём мире. Дома, которые мы видим сегодня на Чистопродном бульваре, в основном построены в конце XIX – начале XX века. И вдруг, смотрите, мы видим на Чистых прудах такой симпатичный особняк в стиле классицизм, и можно подумать, что он был построен намного раньше. Но нет, это неправда. Этот домик, этот особняк был построен в начале XX века, причём он был построен специально как кинотеатр для нового тогда вида искусства – кино. Назывался он, этот кинотеатр, Колизей. Существовал в советское время до 70-х годов, а потом это здание передали театру, и театр стал называться, как вы видите, «Современник». Москвичи очень любят этот театр и всегда любили и режиссёров, и актёров, которые здесь работают. В начале Чистопрудного бульвара около станции метро «Чистые пруды» стоит памятник. Это памятник поэту Александру Грибоедову, русскому поэту первой четверти XIX века. Александр Сергеевич Грибоедов – это классик русской литературы, современник Пушкина. Они встречались, знали друг друга. Дипломат, поэт, очень умный, интересный человек трагической судьбы, погиб очень молодым. Он жил здесь на соседней улице, на Мясницкой, и поэтому здесь решили москвичи ему поставить памятник на Чистых прудах, на которых он, конечно, очень часто бывал. Александр Грибоедов остался в истории русской литературы как автор одной комедии, которая называется «Горе от ума». Это одно произведение, которое осталось от Грибоедова, но это гениальная комедия, слова из которой, цитаты, фразы – все русские люди знают и сегодня. Район Чистых прудов сохранил атмосферу Москвы XIX века, середины и конца XIX века. В этом месте никогда не жили бедные люди, вот как почистили поганый пруд, так здесь стала селиться московская аристократия, старая аристократия. А в конце XIX века, когда русская буржуазия стала богатой, она тоже стала здесь покупать землю и строить на ней красивые дома, доходные дома или жилые дома для себя. И таким образом вся эта территория и с левой стороны бульвара, и с правой стороны бульвара оказалась застроена красивыми домами. Сейчас недавно здесь сделали реставрацию этих домов, и поэтому аура места этого старого московского района осталась прежняя. Наверное, поэтому москвичи любят сюда по-прежнему приходить и проводить здесь свободное время.